Здравствуйте дорогие друзья, в эфире передача Куншуак и с вами я и ее ведущая Лаура Бекпулатова на календаре 23 октября среда. Пусть этот день принесет вам только много радости и позитивных эмоций. Желаю потрясающего настроения и бодрости на весь день. После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Мы продолжаем нашу передачу Куншуак в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях талантливые дети. Они приехали с района Байтирек вместе со своими родителями. У нас в гостях Венера Сокпереева вместе со своим сыном Рамиром. Также у нас в гостях Батаршавхат. Сегодня присутствует его мама Камшат Кундекерова. И еще хочу представить других ребят нашим зрителям. Аймира Абай, Алмаз Ихсанов. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Дети очень талантливые, разносторонние, развитые. Сегодня они расскажут нам о своем увлечении. И, конечно же, хотелось бы, чтобы наши дорогие телезрители поддержали их, как обычно, своими звонками, сообщениями. Так как ребята очень сильно волнуются. У них сегодня дебют. Первый раз в своей жизни они дают интервью в прямом эфире нашего телеканала. Ну что ж, добро пожаловать, ребята. Как ваше настроение? Как вы доехали до нас? Все хорошо? Да. Ну давайте сначала, пока дети у нас адаптируются, освоятся в нашей студии, родителям предоставим слово. Расскажите, пожалуйста, Камшат, о своем сыне. С каких пор вы заметили в нем вот такой талант, да? То есть он у вас поет хорошо. И несмотря на свой юный возраст, уже участвует на различных конкурсах, даже завоевывает призовые места. Наверное, это все-таки ваша заслуга, что вовремя направили, заметили в нем такие творческие способности. Ведь это очень важно, да, когда родители вовремя замечают родители. Здравствуйте еще раз. Я, Баттер, когда маленький был в садике, там участвовал в конце, там будет мероприятие, и конкурс тоже участвовал. И я заметил ее интерес и талант, я им готовила. Мы уже, когда он 4 года был, он конкурс участвовал, республиканский, областной, районный конкурс участвовал. Сейчас уже у нее уже достижений есть, много. И у меня еще Айналайм Балар ансамбль есть, там я в клубе работаю, поселок Байконс, там в клубе я работаю. И там у меня дети, Айналайм Балар ансамбль, там тоже дети творческие много. Я им включил, и там участвовал постоянно, республиканские, районные конкурсы, тогда. Вот я вот до сих пор занимаемся творческим постоянно. И Абая Аймира у нас тоже, когда он 4 года был, нам привезли маму, и такой-такой у нее интерес есть. И я вот занимаюсь сейчас уже, да, Абая Аймира тоже у нее достижения есть, уже республиканский он участвует сейчас, районный, талантный. То есть вы гордитесь достижениями своих детей, ну и особенно, наверное, своим сыном, да, то, что он достигает таких высот, и вот эти грамоты, медали, кубки, ребята, это все ваши? Нет, куб, это не наши. Вот у нас есть вот грамоты, да, диплом, Алгасхат, республиканский, и Балдауренде тоже, Абая Аймира, место взяла, вот, Алтенказна, республиканский конкурс, там тоже они двоем дуэт был, тоже участвовал, гран-при взяла. Вот у нас много там участвовало. Вчера тоже Карл Гаш, Ариги Бахт, ее ласын семейный, областной конкурс был, вот там тоже участвовали с семьями вместе, тоже Алгасхат. Молодцы, мы поздравляем вас со всеми победами, Венера, хотелось бы теперь вам предоставить слово, расскажите нам тоже о себе, о вашей семье, о сыночке. Здравствуйте, меня зовут Сокпиреева Венера, мы приехали с района Байтирек, с поселка Переметное, значит, нас пригласили, вот так как заметили, что Ромир у нас, оказывается, одаренный ребенок, ребенок поздний. Я его сама родила в 39 лет, и его способности начала замечать уже, когда ему было три года, он такой уже тогда по тем своим маленьким годам был очень интересным ребенком, потому что у него были такие увлечения, он смотрел документальные фильмы. Обычно в три года дети интересуются мультфильмами, кто-то в телефонах, играми. Ромир смотрел документальные фильмы, такие как выставка животных, выставка птиц, выставка собак, выставка овец. Вот у него был такой интерес, и глядя на, вот я наблюдая за этим, мне даже самой стало интересно, потому что мы как-то такие документальные фильмы не смотрели, и вот благодаря тому, что у него был такой интерес, я даже сама начала тоже как-то... У нас дома большой телевизор, вот мы в ютубе прям ищем и смотрим, бизоны. Потом изначальное вообще его увлечение, это были животные, и когда к нему на день рождения приходили там взрослые, дети, они уже, зная это увлечение, старались дарить ему игрушки животных. У нас полный дом этих животных было. Он для них строил и сарай, и какие-то клетки. Это вот выставка у него, вот своя такая выставка была. Потом плавно-плавно он начал переходить к лепке, и он может, вот допустим, смотреть мультфильм, и пока он его смотрит, у него в руке пластилин, и он за доли секунды прям вот копию, ксерокопию этого персонажа. Его вы сегодня принесли, его работы. Да, вот я вот принесла его работы, Ромер их очень быстро лепит. Покажите нам поближе, чтобы операторы сняли хоть одного персонажа возьмите в руки. Это вот сонник, вот у него даже вот по лицу видно, какое у него лицо злое там или пальчики. То есть за считанные минуты какие-то? За считанные секунды бывает, за считанные минуты. Мы привезли пластилин с собой, но забыли там его, и если даже можно будет, можем дать ему пластилин, чтобы он даже здесь что-то слепил. Пластилин мы сейчас точно найдем в сети. По мимике даже вот его этих работ видно, что этот герой злой. У него вот такие микродетали, как носик, вот зрачки глаз, пальчики, кроссовки, вплоть до шипов. Это вот из сериала сонник. Это вот тоже вот из этого сериала. Вот это уже видите, да, что это добрый. В основном это мультяшные. Мультяшные, да. Это вот добрый, допустим. Вот это тоже из серии сонника. Вот видите, да, вплоть до языка, зубов, микродетали, микродетали, которые вообще, это вот такая работа ювелирная. Крокодил Гена, вот у нашего папы, допустим, когда был день рождения, вот он сделал такой сюрприз. Крокодил Гена, это тоже с мультфильма, все вот, вплоть до манжета на рубашке, вплоть до пиджачка и галстучка. Вот все это он, видите, учитывает и пропорции. Меня вот это вот удивило то, что он, смотря в телевизор, он даже высчитывает пропорции, что голова, туловище, там шляпа, все соответствует. Ну вот у вас в семье были такие, может быть, одаренные тоже личности? Ну я сама когда-то в молодости поступала на худграф, муж у меня тоже рисует вообще хорошо. Творческая семья у вас? Да, творческая потом, моя семья, она вот именно с моей стороны творческая в плане музыки. Все равно это же творчество, наверное, поэтому и Ромиру это, я так думаю, передалось. Ему это нравится, пластилин. А вы коллекционируете все его работы? Это, наверное, вы принесли кое-какую-то, привезли кое-какую-то там часть малую, да? На самом деле их очень много. Очень-очень много. Вот мы пластилин покупаем как хлеб, потому что со школы вот мы выходим, и Ромир, мам, давай зайдем в магазин. Что там? Давай купим пластилин. Пластилин. То есть все дети просят у родителей там что-то сладкое или еще даже такое более, да, телефоны там или еще, да, компьютеры, планшеты. А он у вас только просит? Пластилин. Пластилин у нас есть и жидкий, и скульпторный. Различных видов. Различных видов. Даже вот друзья наши, они знают то, что он лепит, ему покупают скульпторный пластилин. Он просит папу, чтобы вот он сделал каркас с металлических проволок, и их, значит, добавляет вот этим скульпторным пластилином. И он мне даже вот в последнее время говорит, мам, я вот когда вырасту, я хочу быть скульптором. Это пока детская мечта, но мы думаем, что... Вы не пробовали подавать, подать заявку куда-нибудь на такие, да, республиканского масштаба, да, есть же всякие там тоже конкурсы? Пока не пробовали. Или участвовать в других каких-то проектах более, да? Пока вот не пробовали. За пределы, скажем. Пока не пробовали. Своей области. У нас он просто... Потому что я думаю, что у него есть все шансы. Спасибо. У Мамира, действительно, это очень талантливый ребенок, но все впереди, то есть хотели бы, конечно, попробовать. Попробуем, если вот будет такая возможность, конечно, попробуем. Он в школу тоже ходит с пластилином, я, конечно, запрещаю, но вот украдкой как-то заберет, у него в пенале всегда кусочек найдется с пластилина. И учительница так украдкой сфотографирует во время урока, у него там на стулчике с краешку фигурка какая-нибудь из пластилина. Вот пластилин и Рамир, это прям неотъемлемые две части. Вот так вот. Рамирчик, расскажешь нам о себе тоже? Сколько тебе лет, Рамир? Восемь. Почему именно пластилин? Откуда в тебе вот такой дар? Рамирчик, расскажи, пожалуйста, с каких пор ты начал лепить свои персонажи из пластилина? С пяти лет. С пяти лет? А что тебя вот вдохновило? Скажи, пожалуйста, может, мультфильм какой-то посмотрела или что именно? Почему именно пластилин? Животные. Ты любишь животных? Да. Ну, еще что-то другое могу любить. Да? А какие твои самые любимые животные? Бизоны. Погромче ты можешь? Говорите. Бизон. Ну, тебя плохо слышим. Бизон. Кромко говори, кромко. Еще? Еще что-то. Еще что-то. То есть, ты только, у тебя вот хобби только вот лепить с пластилина сказочных персонажей, да, мультяшных? Да. Или еще есть у тебя какое-то хобби? Больше нет. Больше нет? А на уроке у тебя не ругаются учителя, не делают замечания? Ты можешь, то есть, украдко, вот мама только что сказала, принести с собой пластилин на уроке, и вот если, допустим, не нравится тебе этот урок, сидеть, отвлечься и что-то лепить, да, пластилина? Бывает такое? Да. Ну, и как учителя реагируют? Даляться. Замечания делают. Замечания делают? Угу. А какая у тебя мечта в будущем, Рамира? Вот ты, мама, только что сказала, что ты хочешь стать кем? Скульптором? До сих пор лепить. Угу. Ну, давай, смелее, активнее. Волнуешься сильно сейчас? Есть немного. Ну. Мечта какая у тебя? Скульптором бы. Угу. Ну, я думаю, что у Рамира обязательно все получится. Главное, твое желание и стремление, Рамир. Так что вперед, дерзай, твори. И удивляй всех дальше своими работами, своими скульпторами. Ну, и хотелось бы теперь познакомиться поближе и с другими нашими участниками передачи, с юными талантами. Но прежде чем ребята сейчас расскажут о себе, хочу зачитать вот такое пожелание. Добрый день, программа Куншуак. Хотим поддержать своего сына Алмаза, чтобы не волновался и не переживал в эфире. Мы тебя очень любим, поддержим и всегда гордимся тобой. А также хотим поблагодарить тренеров своего сына Центра Пифагорка Айнагуль Рухолаевна и Индир Жумабековна за ваш труд, поддержку и внимание. Я очень благодарна вам за все, что вы сделали для моего сына. Я вас очень люблю. Здоровья, терпения и успеха вашему Центру. С приветом, мама Алмаза Айнур. Ну а теперь, Алмаз, тебе слово. Здесь, видите, дети, у всех, да, у детей разное направление. Вот, петь, вокал, ментальная арифметика. Вот приехал у нас Алмаз, чтобы тоже поделиться своими успехами, достижениями. Пожалуйста, Алмаз, расскажи нам. Меня зовут Александр Алмаз, мне 14 лет. Я учусь в 9 классе. В средней школе Баужан-Муму-Шла, в районе Батирек, в поселке Щапово. Я занимаюсь ментальной арифметикой уже 5 лет. Ментальную арифметику меня привела моя мама, когда мне было 9 лет. Вначале я пробовал, потом мне понравилось, и я понял, что это улучшает мою память, улучшает внимание, концентрирует меня, и начал заниматься. Спустя годы я начал ездить на различные соревнования, например, международные соревнования. В Египет, в Самарханде я занял третье место, в Самарханде я занял первое место. И также я участвовал в республиканских соревнованиях в Алмате, в Астане. Все эти годы я учился в центре пифоварка, где моими наставниками были Нидира Жумовековна и Айнега Дорухлавина. Они помогли мне читать, быстро считать и точно, быстро и точно считать сложные примеры и в уме. И это помогло мне в учебе и в повседневной жизни. А вот как в повседневной жизни помогает ментально-арифметикам? Скажи, пожалуйста, приходилось ли применять свои знания? Например, в учебе это помогает по математике, аллогебре, геометрии, по таким предметам. У тебя, наверное, круглые пятерки по этим предметам. То есть, занимаясь ментальной арифметикой, ты видишь только одни плюсы? Да. А что бы ты хотел пожелать своим ровесникам, таким же мальчишкам и девчонкам? Хотел бы пожелать, чтобы они тоже занимались ментальной арифметикой. Это помогает развивать свою память и в учебе помогает. Вот сегодня ты тоже принес свои награды, полученные именно на этих? Да. На соревнованиях. На соревнованиях. Вот скажи, пожалуйста, какая награда для тебя более значима? Вот эта первая награда, я ее получил в Египте и занял третье место. Вторая награда, это я получил в Алмате в республиканских соревнованиях и занял второе место. Третья награда, я занял первое место в городе Самархан, в Узбекистане. То есть, почти где бы ты не участвовал, всегда занимал призовые места. Правильно? Да. Молодец. Я думаю, что твои успехи и достижения действительно ценят твои родные и близкие, и, соответственно, гордятся этим. Я сейчас еще хочу зачитать пожелания в адрес Аймиры. Аймиры Солнышко. Наши папа с мамой тобой гордятся. Хотим выразить огромную благодарность Кондакиреевой Камшат за ваш труд, педагог с огромным стажем. Желаем здоровья, благодарных родителей и талантливых детишек. Всем детям успехов и счастливого детства. Еще здесь сообщение. Очень рада, что вы показываете таких одаренных детей с района Байтирек. Спасибо вам за такую передачу. Здравствуйте, Сокпериеву Рамиру. Пожалуйста, не бойся, выходи. Эта песня называется «Без бакты поламас». Без бакты поламас. Без бакты поламас. Взбол tid've kendensen. База с одной aus. Без бакты поламас. Без бакты поламас. Без бакты поламас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну а сейчас перед вами выступит Батыр Шавхат со своей песней «Дарите женщинам цветы», которая стала буквально образом хитом сейчас в Казахстане. Пожалуйста, Шавхат, не волнуйся, улыбай. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам лан души, лан души от души. Я подарю вам лилии, жёлтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки, я и Гульке, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда сердца ты. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тебе пионы, о-о-о, пионы, о-о-миллионы. Я подарю тебе пионы, без повода и без причины, дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. А мы ждали окончания песни, думали, ты сейчас поклонишься всем зрителям. Молодец, спасибо. Вот, настоящий мужчина. Сегодня не только он, но все настоящие мужчины собрались, да, подарили всем. Женщинам, девочкам, розы, порозе, и это так приятно. Спасибо вам, ребята. Ну и сейчас хотелось бы, Шавхат Батр Умербек. Гордимся тобой, зачитать сообщения. Пожелать только хорошего настроения. Будь всегда таким талантливым. Мы гордимся тобой, ты наша звезда. Твои родственники написали Айжархан Жизен, Амадон Алдиар Аруна. Есть телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Талантливых детей. Желаю успехов моей внуке Батр Шавхат. Помаши. Батр Шавхат. Помаши сюда вот, в камеру. Это бабушка звонила. Спасибо вам за звонок. Мы тоже желаем вам только крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну и Батр Шавхат, скажи нам что-нибудь на прощание. Осталось буквально у нас 3 минуты до окончания эфира. Пожалуйста. Микрофон в твоих руках. Не волнуйся. Ну, смелее. Кого бы хотел поблагодарить? Спасибо, что пригласили меня. Я мечтала об этом каждый день. Ох, солнышко наше. Я 3 года этого ожидала. И, наконец, мечта сбылась. Ты давно мечтала сюда попасть к нам? Да. На коншуа. Аж не верится, наверное, сейчас. Как будто во сне все происходит. Я не верила этого, когда просто первый раз на сцене был, там я немножко ошибался. Потом уже немножко энергии поднялась, там все нормально было. Много песен, там. А самая главная мечта это написать песню какую-то. Ух ты, здорово. О чем будет твоя песня? Интересно, какую песню хочешь написать? Про маму, там. Про маму? Про родину. Про семью, про родину. То есть тебе больше нравятся такие песни петь? Да, да. А эту песню ты сам выбрал, дарите женщинам цветы? Ну, мама тоже выбирала. Вместе выбирали. Да. А какой главный посыл? Вот что ты хотел этой песне донести всем? Хотел радости. Ну, это в частности мужчинам, наверное, да, адресованно. Чтобы они почаще уделяли внимание? Да. Своим любимым. Женщинам немножко радости хотел. То есть там цветы подарить немножко. Ну, у тебя это получилось. Представляешь, как ты нам настроение поднял? Не только нам, но и всем другим телезрительницам. Мы такие радостные, счастливые сидим. Молодец. Ну, и что бы ты еще хотел в заключении пожелать всем-всем нашим зрителям? Хочу пожелать Мама, не подсказывайте. Он у вас сам отлично говорит. Долгой жизни, успехов, чтобы вы стали, как я. Звездами, да? Правильно. Там еще, как говорится, чтобы все мечты сбывались. Как и твоя сегодня заветная мечта сбылась. Я в день рождения, когда всем было, загадал желание. Угу. Какое желание было? В эфир попасть. Ух ты, здорово. Угу. Не, я смотрел иногда ваши эфиры. Угу. На телефоне, там, на телевизоре. Иногда смотрел ваши эфиры, там, мечтал попасть. Угу. И сегодня ты можешь еще одну песню исполнить, но вы ее с мамой разучите. Круто ты попал на ТВ, да? Мы желаем также, ребята, что все-все ваши мечты сбывались, желания осуществлялись. Спасибо вам за такие яркие эмоции, что сегодня подарили всем нашим телезрителям. Ну и вам также, родители. Спасибо, что поддержали своих детей, приехали сегодня к нам на передачу. Успехов вам и удачи во всем. Теперь, ребята, можно самим себе поаплодировать. Сегодня действительно был для вас звездный час, поэтому... Нет, если бы не моя мама, я бы не стал такой звездой. Угу. Молодец, молодец, Афгат. Ну вот прям у него реально, да, сегодня прям звездный час. Я бы тут не был уже, если бы не мама. Угу. Умничка. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз. Мы с тобой не прощаемся, я надеюсь, и с другими ребятами. Мы еще раз увидимся и не раз. Так что, ребята, идите вперед к своим целям, никогда не сдавайтесь. У вас обязательно все получится. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пусть этот день принесет вам только много радости, успехов, улыбок. И не забывайте наслаждаться каждым моментом и ценить каждый этот день. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова